Когда летом Молдаванка собирает виноград Я бледнею, я краснею Захотелось ей сказать Встанем над рекою Зорки летние встречать Раскудрявый клен зеленый, лист резной Я влюбленный и смущенный ты тобой Клен зеленый, да клен кудрявый Да раскудрявый резной Раскудрявый клен зеленый, лист резной Я влюбленный Раскудрявый клен зеленый, лист резной Вот это драка была. Думал, каюк. Как аппарат? Мирова. Захожу ему в хвост, а он сзади как ел кипалки, хвостом помахал, только и видел. Слушай, ты почему так оторвался далеко? Да понимаешь, показалось, заклинило пулеметы. Ну, давай заправляться. А он на левом виражике тянет, тянет, тянет. Товареники же стынут, товарищ. С вишнями? Да нет, с врагом. Товарищ командир, задание выполнил. Садись, что видел? Видел, как дымил один здорово, а вот как падал не видел. Не то. Разрешите? Ты что видел? Из первой девятки завалили два лапотника, остальные драпанули. Не то. Ванос, что видел? Нас сажали четыре фокера, но мы все же выкрутимся и к вам. Я сбил. Я сбил. Я сбил, товарищ командир. Ай-яй-яй-яй. Что ты натворил? Придется родителей к директору вызывать. Завтра. Точно. Честное слово сбил. С испугу, наверное. С первой. Поздравляю с первой победой. Но, между прочим, Иван Федорович, сбивать самолеты противника это не подвиг. Это, так сказать, обязанность истребителей. Наши будни. А вот что ты видел? В бою? Ну да. Не подсказывай. Привет, вторая. Дай молочка попить. Живой? Лапку подломал? Живой. Десять пробоин, бак вырвало. А у меня ни царапинки. Как говоришь, маэстро, будем жить. Спасибо. Будь ласка. Ну, так что вы все-таки видели? Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались. А как тут заметишь? Те же поля, дороги, села. Э, нет. А воздух другой. А небо голубее и земля зеленее. Командир, насчет зелени у нас в Сибири. Ну, зачем, дорогой Сибирь? Приезжай по курьями. Ты там посмотришь, что такое зелень. Там в горах. Ты Енисей видел? Не видел. А ты Цханискаль видел? Поехали. Не видел. Тихо. Жаворонок. Тихо. Жаворонок. Открыл. Атакую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорочий командир, прибыл у пополнения. Что будем делать? Поднимай третью. Есть. Я первый, девятый. Я первый, девятый. Отзовись. Я первый, девятый. Я первый. Я первый, девятый. Нет, эта рация слабоватая, не потянет. Слабоватая, слабоватая. Достань сильную. Так это в дивизии. Так вырви в дивизии. Ты же сейчас не балалайка. Маэстро, отзовись. Маэстро, маэстро. Маэстро, я первый. Маэстро, отзовись, 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 я первый. Командир, чудес не бывает. Уже 30 минут прошло, как у него кончилось горючее. Может, займемся пополнением? Их надо распределить по эскадрильям. Живых к живым всегда распределить успеем. Товарищ гвардии майор, в дивизию выпросил новую комедию Джордж Издинки Джаза. Дали нам, а 125-й полк перехватил. Это доложом грабеж. Что перехватил? Издинки Джаза. Какого Джаза? Издинки. Марш! Почему все на КП торчите? На ужин всем. А тебе что, особое приглашение нужно? Это ты, Сергей. Он приказал мне уводить всех. А я ведь ведомый. Я не должен был оставлять его одного. Не казни себя. Приказы надо выполнять. Знаю. Иди на ужин. Вечер завтра будет. Наверное. Сорок семь минут. Мне надо штуцер поменять в движке. А кладовщик не дает. Пожалуйста, прикажите ему. Ты бы все тянул, дотянул своему, Алешке. Так весь полк без запчастей оставим. Ладно, скажи, что я приказал. Жорж и Зинкеджаза привезли. Камень, говорят. Да. Ладно тебе. Ладно тебе. Будет. Свободно? Занято. Разрешите? Сказал же занято. Слушай, пойдем. Мессеры! Макарыч, принимай аппарат. Во, махнул не глядя. Можешь за хвост подержаться, дракон уже не кусается. А я для нашей девятки, что цера выбил. А девятка тю-тю. Все прилетели? О. Так чего ж ты мрачный? Девятку жалко. Товарищ командир, при выполнении боевого задания был сбит. Через линию фронта не дотянул, плюхнулся. Выручила пехота, как раз атаковали. На аэродроме подскока ребята мессер подарили. Новенький. Здорово, батя. Здорово, черт везучий. И парашют тю-тю. Все, все, вторая репетировать. Пошли. Все, кто отличает ноту до от ноты фа, за мной. Ох, уже-то самодеятельность. Личный состав должен отдыхать. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. От винта. Мы, чем у нас передышка, Сам повернемся к морям. Бом, 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 бом. Вечерний звон. Как много дом. Бом, 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 бом. Вечерний звон. Как много дом. Бом, 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 бом. Нам, бом, 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 бом. Мы, чем у нас подчиняем. Ладань, понимаешь, председатель колхоза. Рамбудов. Смирно. Вольно. Детский сад до не пополнения. За мной! Э, дам по шее. Чем занимаемся? Маленький ремонт, товарищ командир. А по шее не хочешь? Ой, извините, товарищ капитан. В гвардии, капитан. Так точно, в гвардии, товарищ капитан. Здравия желаю, товарищ командир. Тренируешься? Так точно. Развивает вестибулярный аппарат. Тренируйся. Смирно. Вольно, казаки. Так что там на музыкальном фронте? На сольницком полянском. Слышали? Синий платочек. Ясно. Землянка. Хорошая песня. Разрешите стать в трое? Разрешаю. А что это вы там напевали? Триам-там-тарадам. Тири-дари-дари-дарам. Смуглянку, товарищ командир. А ну, напойте слова, знаете? Да не робей, Смуглянка, ты же истребитель. Значит так. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать. Товарищ командир, прошу зачислить меня в вашу вторую эскадрилью. И меня, и меня. И нас. Какое училище? Оренбургское. Ускоренный выпуск. Взлет-посадка. Ясно. На чем играете? В каком смысле? В музыкальном. Ни на чем. Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно, но музыкантом быть обязан. По-моему, он с мухами. Что-что? Какое училище? Дутар. Оренбургское училище, товарищ капитан. Дутар. Я его с собой привез. Арфа. Но музыку не терплю с детства. Тем более война. Война это все приходящее. А музыка вечно. Тоже говорил мой папа. Между прочим, выдающийся профессор-палеоботаник. Из вундеркиндов, значит? А я не в филармонию пришел наниматься, а драться. Лыч, лейтенант Антонов. Я. Первая эскадрилья. Есть! Лыч, лейтенант Заиров. Я. Вторая эскадрилья. Есть. Лiggles, лейтенант Сы shaft дулаев. Я. Вторая эскадрилья Есть. Л irgendwann щедронов. Я. Вторая эскадрилья. Завтра, от силы послезавтра, война кончится. Как только узнают о нашем пополнении, разбежится Люфтваффе кто куда. Орлы. Волки. Курсант. Лейтенант Александров. Да чего ты стоишь? Вторая эскадрилья. Есть. Равнять. Ира. Товарищ командир. Отставить. Вот ваши кони. Вот ваши няни-механики. Знакомьтесь. Ну, орлы. Кто из вас Александров? Я, лейтенант Александров. Я ваш механик. Да? Хорошо. А машин полку хватает? Не бойся, безлошадным не будешь. Лейтенант, возле самолета не курите. А я не затягиваюсь. Нет, все равно, ребята, отойдите, пожалуйста. Что? Не нравлюсь? Что вы на меня так смотрите? Ты у меня пятый. Ну что ж, собрать тебя по крылатому строю. Посмотрим теперь, как вы пойдете в воздухе. Кто из вас самый смелый? Ну, смелые здесь все, а самый опытный. Разрешите взлет? Товарищ командир, ракета! За Днепром на плацдарме немцы атакуют и теснят наши войска. Туда срочно переправляется подкрепление. Авиация противника рвется к переправе. На подходе полсотни юнкерсов. Ни одна бомба не должна впасть на переправу. Идем этажеркой. Соломатин прикрывающий. Ясно, как всегда. Титаренко в атакующей группе. Есть. Колосов, я иду с тобой. На подходе не болтать. Ни одного слова в воздухе. Я ж так говорил. Тебя, между прочим, тоже это касается. Никаких анекдотов. Ясно. Это у него нервные. Все. Выйли через 12 минут. Пацанов не брать. В бой идут одни старики. А мы? Возьмите и нас. Не подведем. Да не спеши ты. На твой век хватит. Мимо. А я ударю... Спасибо, Петров. Занимайся своим делом. Шесть. Попало. А вам что? Делать нечего? Истребители. Изучайте карту района боевых действий. Вон, как люди делают. Б-5. Потопил. Ура. Ура! Смирно! Вольно. Ну, я Тебе сейчас. Как аппарат? Что с пушкой? Позову оружейника. Была в порядке. Товарищ командир, задание вып... Потом. Почему вышел из боя? Опять заклянило? Заклянило. Подавай в трибунал, командир. Алешка, пушка-то в порядке. Ты выстрелил. Всё, до железки. Ну ладно. Ладно, Макарыч. Что, пощипали? Хуже. Вы что, не ужинали? А ты что, озверел? Тяжело в учении и легко в бою. Тоже мне, маэстро нашелся. Спокойно. Сначала и... Это такая собака, что, когда немцы пришли в село, то всех собак перестреляли. А этого Люба так ховали, так ховали, что он совсем гавкать не умеет. Добрый вечер в вашей хате. Картопли дасты? Сидайте. Як звуться волкодава? Як вас. Алешка? Ах вы! Эй, вы, косите огонь! Солдат. Я? Ты сменился? Так точно. Давай, ребята. Отведи ребят в столовую, пусть накормят. Есть. Пошли, ребята. А приходуем? Обойдемся без подогрева. Ясно. Серьезный, значит, разговор намечается. Что с тобой, Сережа? Ты же истребитель. Все, что ты скажешь, Лешка, знаю. Кончился истребитель, Леша. Все. Я трус, командир. Серега? Помолчи, Леша. Помолчи. Сломался я. Ты поныри, помнишь? Болтуны. Привыкли говорить, немец трус. Немец боится лобовой. Обязательно отвернет. А мой не отвернул. Да так, чтоб плоскости поотлетали. Крылышко влево, крылышко вправо. Отчухался на земле. Ягд догорает. А у меня перед глазами черешня цветет. Работаем на износ, Серега. Знаю, Лешка, знаю. Но поверь, клянусь матерью, я несознательно с боя выходил. Машину чувствую, руки на месте. Врвусь в бой. А как вспыхнет. Очнулся. Бой черти где. А я вывалился. Наверное, выжить хочу. От войны не уйдешь. От себя не уйдешь. Вот что страшно. Подавай в трибунал, командир. Вот рапорт о списании. Куда? В пехоту. К чертовой матери. В штрафбат. К чертовой матери. А кто ж сбивать Бубновых будет? Я с желторотиками, да? Вот это все, что я для тебя сделать могу. А помочь, знаешь, Серега, в жизни бывают минуты, когда человеку никто, никто не может помочь. Рождается сам и умирает сам. Ну, ладно. Хозяин чаем не угощает. К делу. Дай карту. Садись. Ты себе планшет когда-нибудь заведешь или тебе подарить. А в бою сапог надежный. Ну, да кто в бою. Так. Угу. По сведениям партизан, противник перебрасывает к нашему плацдарму большую группу танков. Сведения не проверены. Так что, лети. Ходи по крышам. Заглядывай в стволы зениток, а танки обнаружь. А вы знаете, давайте я на трофеи слетаю. На мессере? Свои же могут хлопнуть. Да, там я зато пройду, как у себя дома. А. Ну, а что, это мысль. А своих мы предупредим. Прощупай вот этот лес. Заходить будешь со стороны противника. Ясно. Выйдешь у Некрасовки. Ну, только смотри, без фокусов. Я тебя знаю. Никуда не влезать. Себя не обнаруживать. Задание ясно. Разрешите выполнять? Вернуться живым. Есть. Успеха. Ну, что, Иван, пойдем проверим пополнение. Василий Васильевич, может, чайок готов? Чайку? Чайок, да. Так что ж думаешь, пока мы будем тут чаи гонять, с полосы успеет убрать разбитый самолет. Да выключите его, черт твоей матери. Кругом, черт твоей матери, чтоб я тебя не видел. Я на задание. этих под твою ответственность. Гоняй до седьмого пота. Я? Именно ты. Не знаю, товарищ командир. Не знаю, товарищ командир. Кузнечиков ловит. От полетов отстранить, ста грамм не давать, назначить дежурным, вечным дежурным, по аэродрому. Кузнечик. Куда ж лететь-то? Вперед на запад. В такую погоду. Макарыч, в ставки Гитлера ходят упорные слухи, что некоторых советских соколов, некоторые несознательные механики перед боевым вылетом крестят. Ставки Гитлера все малахольные. Отвинтар! Есть отвинтар! Макарыч, что-то нестанавливает. Они не злитые. Они не злитые. Они не злитые. Они не злитые. На сегодня дров достаточно. Учить им отчасть. Дай, друг, на счастье лапу мне. Да не унывай, Кузнечик. Пока подежуришь, АКМСК отойдет. Скажи спасибо, что этим окончилось. Шекспир по этому поводу сказал, откуда он взялся. Начальство, наверное. О, солдатская заповедь. Подальше от начальства, поближе к кухне. Потопали. Ребята. Простите, это почта или военторг? Ай, заблудились, девочки? Ой, собачка. Здороваться надо, мальчики. Здравствуйте. Идем. Существенное замечание. Товарищи летчики, ставлю всем на вид. Ясно, командир? За мной. Раз, два, взяли. Ну? Пардон, извините, это дело мужчин. Иван, работай. Есть. Работай. Взяли? Где здесь продеваются нитки? Какие? Ну, это ведь летающая швейная машинка? Толкай. Посмотрел бы ты, как нас сегодня мессеры гоняли. Ах, вы еще и летаете. Простите. Ничего. Дорогой ты наш У-2. Работяга, кукурузник. Ну, ничего. Когда-нибудь мы тебе поставим памятник. Спасибо. Не стоит. Вы москвичка? Да. А, соседи. Первая эскадрилья ко мне. Из соседнего полка ночники прибыли. Как долетели? Кстати, Петя. Очень приятно. Хорош. Привет, боевые подруги. Что у вас, девушки? Бензопровод перебила. Бензопровод? А, между прочим, наши механики, вашу этажерку в момент. Кстати, Петя. Спокойно. Не верите? Я вам хочу сказать... Между прочим, это гости второй эскадрильи. И лучшие механики находятся здесь. Как и наше традиционное гостеприимство. Так что, гуляй, Вася. Мессер! Спокойно. Это свои. Это маэстро. КОНЕЦ 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 После тяжелых и изнурительных боев, когда идешь в атаку лоб в лоб, когда перед глазами мелькает перекошенное лицо немецкого аса, когда видишь заклепки на вражеских самолетах, нам, истребителям, необходима эмоциональная разрядка. И в этом нам помогает музыка, ибо все приходящее, а музыка вечно. И как сказал Шекспир в 18-м сонетте... Здрасте, мальчики. Здрасте, девочки. Так что сказал Шекспир? А... Да. И не в 18-м, а в 19-м... В 19-м. В 19-м сонете Шекспир сказал... Гуляй, Вася. Потопали. Эй, ораторы! Ну и дисциплинка! Куда же вы без разрешения старшего, тем более из собственной хаты? Где же ваше традиционное гостеприимство? Истребители! Да, товарищ первый, подтвердилось. Обнаружили. Там, где мы и предполагали. Нет-нет, точно летал. Сколько раз летал? Четыре раза летал, по головам ходил. Четыре раза летал? Наглец. На белом коне. Генерал такой сидит. И погону успел рассмотреть. Мы летаем немедленно. Низковато шел. Василий Васильевич, поехали. Первый ждем. И провожаем. Ну, спасибо. А ты, маэстро, готов дырочку? Ну, Валя, давай мы батиного Казбека. Ты знаешь, по-моему, Прохоровка у меня есть на аэрофотосъемке. Сейчас пойду в лабораторию и проверю. По-моему, точно есть. Ну, как хозяева принимали? Сиди, сиди. Да нормально. Но наглецы. А все ты мне, милый друг, доложил? Все. Табак хороший. Хороший. А дальше? Да ты представляешь, как в оперете танки, а вот этот на белом коне, так не ручкой. Ну, ты... Ну, я разочек махнул. Слушай, ну, надо же было наказать. Это не 41-й. Тебе было приказано не раскрывать себя. Так хрен с ним. А че же он на белом коне еще так... Я тебе эту белую лошадь еще вспомню. Вспомню. Повешите идти, да? Куда ты пойдешь сам? Не понял. Ну, и люди пошли. Не пригласишь моего друга и командира. Куда? Да сейчас же весь полк рвется. Во вторую эскадрилью. Разрешите? 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 Ты знаешь, я хотел тебе сказать одну вещь. Если вот... Понял. Понял. Бабушка, пойдемте танцевать. Так, куды там? А что мы сейчас с вами такую барню врежем? Так воныжны танцуют. Слушай, а чего это мы с тобой не танцуем, а? Мы с тобой свое танцевали. По-моему, еще в Испании. А нет. Разрешите? Разрешите, товарищ командир? Видал? Летать не умеют. Стрелять тоже пока не умеют. Ну, орлы. Да. Все сюда. Все это красиво, но это общепотребительская кооперация. Кому что нравится. Дорогие гости второй эскадрильи, прошу в малый зал нашей филармонии. Занавес. У второй поющей другой профиль. Мы считаем, что песня как география. Вот Зоечка из Сибири, край суровый, могучий, и песни такие же. Ревела буря, гром гремел. Воно. Грузия. Горы. И ритм такой кавказский. Воно. Ну, а я из Таврии. Юг Украины. Степь ровная, как стол. Колись тут чумаки по сель ездили. На чумацкий шлях поглядая, млечный путь по-русски. И песни такие же бесконечные, как степь. Ой, лузи, лузи, червона колына. Ну, вы понимаете, что это не вокал, это эскиз к вокалу. И вот теперь вы услышите лучшего солиста первоукраинского, бывшего ранежского, будущего солиста Большого театра. Очень Большого. Очень Большого театра. Старший лейтенант Скворцов. Ничьяка месячна. Командир. По техническим причинам отменяется. Маэстро. Маэстро. Я знаю. Смолин. Ну, смотри. Новинка сезона. Арфы нет. Возьмите бубен от винта. Как-то летом на развете Заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка Собирает виноград. Я краснею, я бледнею Захотелось вдруг сказать. Станем над рекою Зойки летние встречать. Раскудрявый клён зелёный Листь-близной Я влюблённый и смущённый Пред тобой Клён зелёный, да клён пудрявый Раскудрявый лизной Раскудрявый клён зелёный Листь-близной Я влюблённый и смущённый Пред тобой Клён зелёный, да клён пудрявый Раскудрявый лизной А с муглянком молдаванка Отвечала парню лад Партизанский, молдаванский Собираем мы отряд Нынче рано партизаны В дом покинули родной Ждет тебя дорога К партизанам в лес густой Раскурявый клен зеленый Лист резной Здесь у клена Мы расстанемся с тобой Клен зеленый, да клен кудрявый Да раскудрявый резной Раскурявый клен зеленый Лист резной Здесь у клена Мы расстанемся с тобой Клен зеленый, да клен кудрявый Да раскудрявый резной Товарищ гвардия майор Разрешите обратиться к товарищу капитану Обращайтесь. Добрый вечер. Товарищ капитан, пока здесь некоторые старались ля-ля-ля, первая эскадрилья обеспечила ремонт вашего крейсера. Достали все необходимое. Спасибо. Пожалуйста. Первая у нас молодцы. Если Фокер или Мессер завалить, это вторая. А если что-то достать, это первая. Раскудрявый Клен зеленый, лист резной А свой парень, мой хороший, мой родной Клен зеленый, да клен кудрявый Раскудрявый резной Товарищ командир полка. Докладывай. Удва готов. Спасибо. Заводи. Есть. Ну вот и все. А все-таки ему левую. Ну вот и все. Ромео из Ташкента загрустил. Джульетта в кукурузнике умчалась. Товарищ лейтенант, перестань, пошли. Тебя я понял, умолкаю, не то по шее получу и подвиг свой не совершу. Слушай, я не знаю, какой мы с тобой подвиг совершили, но то, что эта девочка на войне, это... Краски не хватает. А как у вас? Может, пригодится? Краску оставь! Нет там никаких танков. Я капитану Титаренко верю как себе. И я верю. Штормовики летали, соседи работали пусто, танков не обнаружили. Поэтому они до сих пор не гвардейцы. Ну ладно, ты, гвардеец, не лезь в бутылку. 150 танков, не коробка спичек. Куда их денешь? Ну, скоро он там сядет-то. Вторую. Как только... Да перестань жевать! Как только сядет Титаренко, сразу ко мне. А твой не сприченок церкви. Подожди, он еще солистом будет. Поживем, увидим. Ну, что они делают? С ума сошли, что ли? Отвернуть! Титаренко, отвернуть! Он что? Чертный ты солист твой! Девятый на посадку. И не холодно. Цолист идет. Товарищ командир, на лобовой атаке условный противник условно сбит. Решите получить замечание? Молодой, зеленый. Ладно, споемся. На виражах слабовато. Старикам перекур пять минут. Желторотики ко мне. Буглянка! Я, товарищ командир. Ну что ж, молодежь, завтра в бой. В первом бою для вас главная задача удержаться за ведущим. Можете не сбивать самолеты противника, не стрелять. Удержаться за хвост ведущего, будешь летать. Откроешь варежку, сожрут, чертовой матери пеняй на себя. Для начала запомните три нельзя. Бою нельзя быть слепым. Крути головой на 360 градусов. Второе нельзя. Кузнечик. Я. Иди к командиру. Настроение. И третье. Нельзя бросать товарища в беде. Сам погибай, но товарища выручай. И четвертое. Нельзя держать боевого летчика вечным дежурным. Куда пошлют. Прошу допустить к полетам. И пятое. Нельзя перебивать старших по званию. Вы свободны. Есть. Вы тоже. Кузнечик в училище был лучшим среди нас. Товарищ командир, ему еще нет 18 лет. Вы знаете, при поступлении в училище он приписал себе один год. Но парень... Ну сколько же ему дежурить? До совершеннолетия. Товарищ командир, на КП вызывают. Наблюдал. Во. Только дорогу старшим надо уступать. В трамвае, пожалуйста, но не в бою. Поемся. Выходит, я к теще на блины летал, а вам лип усунул. Ну не могли же они сквозь землю провалиться, эти проклятые танки. И отвезти их не могли успеть. Через час доложу. Разрешите вылет. Ну ладно, вылет, вылет. Так где же они? Разрешите вылет. И прикажите установить на мессере фотоаппаратуру, если вам моего слова мало. Ух ты! Держи. Для чего? Эх, жаль, сено маловато. Жрет много. А у вас? Сено оставь! Слушай, маэстро, что у тебя там за карусель получилось? Учебный бой, готовлю пополнение. Ну и как? В норме. А кто тебя там гонял? Да вы знаете, рассказывал о лобовых. Идет в лоб и не сворачивает. Ну ясное дело, я же не могу отвернуть. Все-таки герой Советского Союза, КМС. Дай девочке из столовой смотреть. Ну да, да вообще не в моем характере отворачивать. А этот прет и все. Пришлось свернуть. Ну, чтоб дров не наломать. А вообще ребята хорошие, споемся. Вы поторопитесь, мужики. Немцы перебрасывают под Киев наших старых знакомых. Лучших стервятников Геринга. Обрадовал. Зачем они на старт явились? Ну, ты эти суеверия брось. Нехорошо. И? Не считается. Во. Не махни на танк, не глядя. Хе-хе-хе. КОНЕЦ Звездочка, звездочка, я маэстро, маэстро, утюги на месте, замаскированы подкопные, сараи подкопные, квадрат 19, как понял? Понял, понял, маэстро, понял. Квадрат 19, как понял? Понял, понял. Привет соседям. Ну, как у тебя там? Как у тебя там, маэстро? Все нормально, падаю. Ребята, я же свой, советский. Ах, значит, свой, советский. Да вы хоть форму посмотрите, ребята. Так он еще и форму насыпил. Их ты царица полень. Кажись, свой. И передайте в полк, что жив-здоров. Очень горячее гостеприимство. Доберусь. Да транспортом обеспечим. Ты садись. Сейчас мы тебя отремонтируем, и будет полный порядок. Это чистый. И займу для гостей держим. Фомин, а ну-ка, брось свою физгармонию. Воды гостю. Сейчас мы с тобой на дорожку и за содружество родов войск. Содружество. А ты не сердись. Тут один мастер повадился, целую неделю медцамбат Куроши. Представляете? Специально по Красному Кресту бьет свобода. Но ребята решили, что это ты, и погрячились. Малости. Да хорошо, что живой остался. Ну, авиация. За победу. Будем жить, пехота. Ну, могем. Не могем, а могем. Хорошо. КОНЕЦ Стой, кто идет? Не идет, а едет. Днепр. Волга, проходи. Здравия желаю, товарищ командир. Здоров. Макарыч, принимай аппарат. Во, махнул не глядя. Извини, танка не было. Кто? Смуглянка. Как это было? Отрабатывали слетанность в паре. Вдруг четверка фокеров из-за тучи. Я таких и не видел. Размалеванные, с бубновыми тузами. Батя по радио уходить, а куда? Зажали. Друг смуглянка. Прикрой атакую. Ну? Пацан, завертелось. Ему б на вираж уйти. Он потянул и... Ну, отчаянный. Ох и парень. Пока взлетали, фокеров нет. А он бурья не догорает. Его вещи. Есенин. Там гимнастерка. И тетя Дуся. Его мама. А как скажут тетя Дуся, что он уже, что его, луч уж без вести пропавший. Уже нашего выпуска. А вы знаете, мы с Витькой с одного двора. На вокзале, когда нас провожали, все чудили. А Витька повернулся и говорит. Вы посмотрите, как сразу постарели наши матери. Как сразу... Да не плачь ты. Ксболя. Иршит的 nå. А вот. А вот, паio. Ага. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Я люблю вас, Маши. Девочки, Ромео и Маша. Ой! Маша, мне пора. Ромео! Да. Влетит, если... Конечно. Ромео! Только ты иди первый. Я не умею оглядываться. Ладно. И ты не оглядывайся. Да. Ромео, поздравим! До свидания. До свидания. Счастливой дороги. До свидания. Не будем оглядываться. Новаков! Поздравляю. Не подведу. Кожанов! Кожанов! Отлетался Кожанов. Титаренко! Поздравляю. Хотите что-нибудь сказать? Да нет, не умею. Я лучше в бою скажу. Тоже верно. Ну, вот и стала наша партия на восемь человек больше. На шесть? На восемь, Комсорг. На восемь. Поздравляю вас, коммунисты! Ну, а вам, капитан Титаренко, сразу же партийные поручения. Садитесь, товарищи. Садитесь. Вы уже встречались с этими бубновыми асами Геринга? Так точно. Горят за милую душу. Ну, ну, ну. Противника недооценивать нельзя. Немец-мужчина серьезный. Но вот то, что они горят за милую душу, это вот как раз молодыми надо объяснить. На них ведь рассчитана вся эта шумиха с размаленными тузами, драконами и прочей нечистью. Расчет на психологию. Запугаешь до боя, сразу преимущество. Его запугаешь. Новичкова у вас в полку много. Это да. Так твоя первостепеннейшая задача, капитан, объяснить им все это. Ну, подоходчивее, на личных примерах. Ясно, товарищ майор. У меня с бубновыми свои счеты имеются. Так и писать? День у вас такой, как у нас, за что поцелуйте? Ну, может, многоточие поставим? Грубо. Дипломатический документ. Казацкое послание султану. Готово. Так, кузнечик, переведи на немецкий. Есть. Быстро, но постарайся так, чтобы это был добротный, литературный язык. Готово. Что, вот это все? Ну, остальное переводу не подлежит. Кэмпфы мит мир альайн. Верн дэ штарц верден верн с них бишисен. Маэстро. Ни тянь, я то получусь по шею. Выходи драться один на один. На взлете бить не будем. Маэстро. Ну вот. А целый день писать. Стилист, не смешно, но точно. После войны редактором будешь. А во время войны летчиком. Товарищ командир, разрешите летать. Потом поговорим. Давай второй унт, письмо туда. А это пусть они сами переведут. Попотеем. Командир, летим все эскадрильей? Нет. Как, сами полетите? Ведомым со мной пойдет старший лейтенант Скворцов. Есть. Есть. Серега, вызов приняли. Не отрывайся. Заходим от солнца. Есть. Серега, у меня отказало оружие. Что будем делать? Имитируй атаку. Прикрой атакую. Понял, Леша, понял. Тоже мне рыцарей. Поднимай вторую. Лешка, мессер на хвосте. Леша! Держись, Леша! Горишь, бубновый! Девятый, девятый, оттянись назад, твои в воздухе. Понял, батя, понял. Ходи, Леша, я их свяжу. Лешке, уходи. Нет, теперь мы дуэтом споем, Серега. У тебя же оружие, Лешка. В порядке оружие-то я тебе купил. Я покажу вам педагогику. 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 Товарищ командир, что с вами? Вы целы? Краску давай. Какую краску? Звездочки молевать. А, это я сейчас мигом достану. Достану. Вечно у тебя. Свою надо иметь. Сколько рисовать? Две? Бегу. Две. Тут одного пока завалишь. Запаришься. Я к нему приклеился. А он гад вертится, как на сковородке. Вдруг меня сзади, как и... Еле-еле выкрутился. Хочешь жить, умей вертеться. Да, причесали мы Бубновых. А что? Эта масса меня устраивает. А ты что скажешь о Драке Ромео? Я? Да. Бой видел. Все видел. Кресты, 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 кресты. Ну, а сам-то стрелял. А как же? Все до последнего патрона. Вот только все мимо. Мимо. Что скажет Джульетта? Товарищ командир, женский полк будет базироваться у нас на аэродроме. Вторая эскадрилья приглашена на вечерние посиделки. Перестань пошлить. Иди, иди. Она тебя уже искала. Товарищ командир, решите на минутку. И в тот же миг влюбленное создание, включив форсаж, умчалась на свидание. Командир. Тихо. Журавли. Да вроде бы рано. Уцелели. Слушай, Леша, Серега, не надо слов. Помолчим, командир. Мессеры! Юнкерцы! Воздух! Куда, пацан? За мной! В лес! Куда ты? Увничек, ложись! Убьют, пацан! Вернись! Куда ты? От винта! Есть от винта! Он с ума сошел. Взлетел, взлетел! Куй сечек, гемец вален! Ух! Кто взлетел? Комэс, Пситаренко. От винта! Есть от винта! Ребята, вот это номер! Кузнечик завалил мессер! Кузнечик завалил мессер! Ирак! 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 Голубь ты мой! Спокойно, не надо оваций. Ребята, ребята, наш кузнечик идет! Оравняй! Мирное оравнение на средину! Между прочим, где мои сто грамм за сбитый? Какой сто грамм, дорогой тебе бочка? Я не пьющий, но дело принципа. Молодец! Спасибо, спас Бог! А сбил, сбил-то как? Чего ржете? Оставьте! Учитесь! Почерп против всех законов физики на взлете! Не я, выслушайте! Помолчи, начальник штаба, оформляй наградные документы! Не на меня, это на лейтенанта Кузнечика! Как тебя? Александров сбил! Кузнечик? Вот именно Кузнечик! Разыграй, Кузнечик! Точно, завалил! Ты сбил! Так точно! Я мог бы, конечно, и больше, но вы, товарищ командир, своим нижним бельем распугали всех немцев! Да, молодежь, ас! У! Разрешите? Захожу я ему в хвост, снабженцы уже здесь! Добрый вечер! Здравствуйте! Дорогий Лисов! Боевым подругам! Как перебазировались? Хорошо! А вот за это можно загреметь на гугу! Старшина на весь полк заготовил березовые веники для бани, а они увели! Вы на них не обижайтесь, пожалуйста! Спасибо! Так вообще, ребята, они ничего! Ну, вот, некоторая эстетическая недоразвитость! Зоечка! А скажите, пожалуйста, кто вот эти парни? По-моему, они не с нашего двора! Они даже не с нашей улицы! Это точно, Ваня! Тише! Тише, товарищи! Прошу тишины! Лектор Кузнечик просит еще две минуты! Нарушит! Выгоним из палатки! Выгоним из палатки! Продолжай! Давай, Эректор Кузнечик! Я о любви! О-о-о! Да нет, я не шучу! Я серьезно, ребята! Вот, ведь люди, человечество должно когда-нибудь понять, что ненависть разрушает! Разрушает! Созидает только любовь! Только любовь! Любовь! Мы вот с Серегой от Бреста до Сталинграда топали с любовью! И от Сталинграда сюда до Днепра с любовью! Я по этому маршруту смогу через сто лет без карты летать! Потому что по всему маршруту могилы наших ребят из поющей! И там ни одна эскадрилья, там дивизия легла! А сколько еще! Вот в Берлине, где-нибудь на самой высокой уцелевшей стене, я с огромной любовью напишу, развалинами Рейхстага удовлетворен! И можно хоть домой сады опрыскивать! Командир, когда вы будете в Берлине автографы оставлять, я вас очень прошу, посмотрите повнимательнее! Там уже будут наши подписи! Первая эскадрилья! Да какая разница, браток! Наши, ваши! И вообще там первым распишется рядовой пехотный Ваня! Да и по праву! Вот так! Командир, все приходящее, а музыка вечна! Будем жить! От винта! Слушайте, но мы когда-нибудь услышим лучшего солиста первого украинского! Будущего солиста Большого театра? Так это запросто! ПЕСНЯ 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 Я ж тебе, вірная, аж до гатиноньки сам на руках отнесу. Я ж тебе, вірная, аж до гатиноньки. Серёга, прыгай! Прыгай, Серёга! Ребята, будем жить! Субтитры создавал DimaTorzok Через 15 минут построения полка вы марш! Вано! Ну, это пацаны, но ты же старик! А? Виноват, товарищ командир. Виноват. Какой хоть счёт? Восемьется два, ползу второй. Хорошо. Товарищ командир, разрешите обратиться по личному вопросу? Давай, Ромео, только быстро. Что у тебя? Хочу жениться, прошу разрешить. Да. Да. Нет, это ты хорошо придумал. Самое главное, вовремя. Я знаю, товарищ командир. Вы скажете, война, тебя могут сбить. Могут. Так ведь её тоже могут сбить. Её могут. Поэтому прошу разрешить. Ну, Ромео, смотри, чтобы это у вас с Машей было на всю жизнь. Короткую или длинную, но ты планшет когда-нибудь заведёшь или тебе подарить? Так ведь сапог в бою надёжней. Так то в бою. На свадьбу позовёшь. Рахмат, дёноке. Что? Спасибо по-узбекски. Будь ласка. Не понял. Пожалуйста, по-украински. Стой. Стань. Стой. Слабак. Мы долго ждали этой минуты. Тысячу дней и ночей ждали. Однополчане, гвардейцы, наши наземные войска выходят на границу Союза Советских Социалистических Республик. Нашему полку поставлена боевая задача. Ну, твой орел, как всю жизнь командовал полком. Теперь у нас весь полк поющим будет. А если вам дивизию дадут, где балалайк наберёмся? Ты-то разговорчики в строю. Противник не хочет уступать небо. Наша задача сбросить его оттуда. Драка будет страшной. Сегодня в бой идут одни старики. Задание ясно? По коням, ребята. А мы? Отставить. Да не торопитесь, ребята. На ваш век хватит. Задание ясно. Идут. Задание ясно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эх, молодёжь, молодёжь. А ты знаешь, что самое тяжёлое в нашей работе? При минус 30 копаться в моторе. Самое тяжёлое в нашей работе ждать. Вот это заходит на посадочку. Тоже мне. Старики называются. Ромео, держи машину. Ничего не вижу. Держи машину, Ромео. Спокойно будем садиться. Убери газ. Убери газ. Ничего не вижу, командир. Спокойно, Ромео, спокойно сядем. Добирай, добирай ручку на себя. Внимание, земля. Выключи зажигание. Молодец, парень. Зорвите фонар. Доктор. Отойдите все. Что? Командир. Я сел. ПОДПРАЕТСЯ Субтитры создавал DimaTorzok Макарыч, ты уж там сам как-то, Маше, первый скажи. Да. Улетел девичий полк. А может, это и лучше. Для нее Ромео еще живой. Командир! 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 А когда кончится война, вернемся мы сюда, пройдем по этим местам. И позовем лучший симфонический оркестр. Во фраках выйдет дирижер. Я подойду к нему, скажу. Пусть они нам сыграют. Нет, ты знаешь, я сам скажу. Извини, маэстро. Да, и я. И как в черном смугленку. От начала и до конца. Степаная трава пахнет горечью, Молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, Игра хочет над полночью. То ли гроза, То ли эхо прошедшей войны. Просыпаемся мы, Игра хочет над полночью. То ли гроза, То ли эхо прошедшей войны. Я сегодня до зари встану, По широкому пройду полю, Что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам в палы, Для вселенной двадцать лет мало. Даже не был я знаком с парнем, Обещавшим я вернусь, мама. А степаная трава пахнет горечью, Молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, Игра хочет над полночью. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok